Слово предоставляет соседову Сергею Александровичу, секретарю местного отделения партии «Инероссия». Уважаемые делегаты и гости конференции, 10 сентября текущего года состоялись выборы депутатов Назаровского городского совета 5-го созыва, которые стали важным общественным политическим событием не только для нашего города, но и для Красноярского края. Так как город Назарово в части других муниципальных образований Красноярского края выделяется непростой общественной политической ситуацией, и обладает серьезным производственным и человеческим потенциалом, развитой социальной инфраструктурой, что, безусловно, определяет ее потенциальные возможности для дальнейшего социально-экономического развития. Избирательная компания проходила обстановки, которые характеризуются недостаточным объемом инвестиций в различные сферы журналистов города и, как следствие, нехваткой востребованных жителями города рабочих мест, снижением за последние годы объемов собственных доходов, поступающих мест в бюджет и увеличением объема внешнего долга, что, безусловно, затрудняет решение текущих вопросов местного значения. Кроме того, не всегда объективная оценка ситуации представительными отдельными средствами массовой информации, что формирует у Назаровцев негативные отношения к органам власти и не объединяет, а разъединяет различные группы населения в решении неотложных задач нашего города и, конечно, высокий уровень запросов наших зеленых местных властей. Это отражает некие особенности нашего муниципального образования. Подготовка и проведение выборов депутатов в городской совет 5-го созыва проходили в жесткой конкурентной борьбе разных политических сил. Наряду с партией «Единая Россия» в избирательной кампании участвовали партии «Справедливая Россия», «Возрождение Села», «Либернарно-демократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Союз коммунистов России» и «Патриоты России». Еще раз хочу отметить, что в непростых условиях кандидаты от нашей партии по результатам прошедшей избирательной кампании получили убедительную поддержку избирателей. Из числа граждан, участвующих в выборах, за кандидатов от партии «Единая Россия» проголосовало 47,01%. «Патриоты России» 26,92%, «Коммунисты России» 3,92%, «Справедливая Россия» 2,54%, «Либерарно-демократическая партия России» 6,01%, «Возрождение Села» 4,44%, и против всех кандидатов 4,33%. В итоге партия «Единая Россия» получила 6 мандатов, «Патриоты России» 3 мандата, «ЛДП» 1 мандат. Из 10 одномандатных округов в 9 округах кандидаты от нашей партии одержали уверенную победу. В составе Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва будут работать 15 депутатов, избранных от партии «Единая Россия», 4 депутата от партии «Патриоты России» и 1 депутат от партии «ЛДП». Обозначенные циклы свидетельствуют о необходимости местной партийной организации продолжать постоянную работу в целях повышения среди населения авторитета нашей партии, доверия наших земляков к реализуемым партийным проектам на территории города Назарова, вовлечения широкого круга сторонников в наши добрые дела и, как следствие, повышения рейтинга партий среди других общественно-политических сил города. Уважаемые участники конференции, победа на прошедших выборах закономерна. Во-первых, это результат грамотной кадровой работы, которую местное отделение партии проводит на постоянной основе. Местный политический совет партии в качестве кандидатов на выборы городского совета депутатов выданных тех граждан, которые получили поддержку мазаровцев по итогам проведенного предварительного голосования, состоявшегося на базе трех доступных площадок. Это городской дворец культуры, культурно-досугой центра юбилейной и культурно-досугой объединения энергетики. Каждому избирателю предоставлена возможность встретиться с потенциальными кандидатами партии, задать им интересующие вопросы и сформировать объективное мнение об участниках предварительного голосования. В мероприятии приняло участие около двух тысяч человек. При этом хочу заметить, что в период подготовки и проведения премьерса в адрес организационного комитета по его проведению поступали обращения членов-сторонников партии в части участия в процедуре голосования неких случайных, не пользующихся авторитетом среди граждан потенциальных кандидатов. Кроме того, мы фиксировали факту политических провокаций оппонентов в виде полку по гражданам, что свидетельствует о необходимости анализа действующего порядка предварительного голосования и подготовки соответствующих предложений по его совершенствованию. Это, уважаемые делегаты, записано в проекте нашей конференции, если вы его сейчас будете изучать. Позвольте мне от имени полицовета выразить слова благодарности за активное участие в подготовке и проведении предварительного голосования депутату законодательного собрания края, заместителю сектора регионального отделения партии Верия Игольевна и Костина. Помните, да, Вера Егоровна нас очень грамотно проводила при серьезных ситуациях проводила процедуру предварительного голосования в качестве руководителя этого процесса. Начальник отдела культуры администрации города Николая Николаевича Бурулеву. Присутствует, Николай Николаевич? Вот, руку поднимает. Молодец, он нам создал все необходимые условия для руководителя учреждения культуры, где мы себя достаточно комфортно чувствовали. Руководитель исполнительного комитета местного отделения партии Наталья Елены Носовой, которая очень много сил и энергии потратила для того, чтобы процесс проходил очень качественно. И председатель контрольной ревизионной комиссии Любовь Михайловна Бонне, которая четко контролировала процесс законности проведения процедуры предварительного голосования. А также руководитель медиал-холдинга «Пирамида» Елены Леонидовны Максимовой. Присутствует ли? Присутствует. Большое вам спасибо за информационную поддержку этого непростого, но очень важного процесса. Во-вторых, наши земляки хорошо понимают, кто не на словах, а на деле занимается работой, а не только дает пустые обещания в период выборной кампании, необоснованно кодекует целью формирования дешевого, можно назвать, популизма, что можно отнести в полный вере к нашим политическим оппонентам. Партия «Единая Россия» работает постоянно, успешно реализует партийные проекты. И участвует в подготовке проведения многочисленных различных мероприятий города. В день проведения выборной кампании секторами первичных отделений партии было мобилизовано для участия в голосовании порядка 1620 членов и сторонников партии. Слова благодарности за проведенную организационную работу хочу высказать в адрес заместителей сектора местного отделения партии Галины Куликовой, секторей первичных отделений Ларисы Турковой, Миры Сетовой, Оксаны Шеремет, Фарина Бочаровой и Натальи Шаргазов. Те, кого я не назвал, значит, есть перспектива поработать хорошо и получить слова благодарности в конференции. Одним из факторов успеха стала грамотность выстроенной избирательной кампании при информационной поддержке наших коллег из города Красноярска и города Назаров. Наши кандидаты дошли до каждого избирателя, проводили встречи по месту жительства, их трудовых коллективов. Кандидаты, депутаты принимали активное участие в различных общегородских мероприятиях. Их Назаровцы говорили о наболевших, высказывали пожелания, которые, безусловно, будут положены в основу деятельности наших депутатов. От имени актива партии с пожеланиями успеха в дальнейшей деятельности позвольте выразить благодарность за активную гражданскую позицию и общественную деятельность нашим передатам в депутаты Лидии Фановой, Николаю Матлееву, Альбине Комаровой, а также депутатам городского совета Сергея Сухарева, Максима Дыжнова, Олегу Ворошилову, Александру Щербакову, Ольге Маркус, Елене Чуркиной, Ирине Ледневой, Владимиру Милицеву, Егене Рукьянову и Николаю Феменко. Важную роль в формировании мировоззрения Назаровцев в пользу нашей партии определила непосредственная поддержка губернатора Каслянского края Виктора Александровича Толоконского. В ходе неоднократного посещения города Назарова при этом губернатору края были приняты решения для дальнейшего социально-экономического развития нашего города. В частности, назову некоторые решения, напомните. Это проведение ремонта и строительства пристройки площадью около 1500 квадратных метров лечебного корпуса поселка Гор. Это приобретение современного диагностического оборудования для нашей районной больницы. Это строительство 16-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы. Обследование и проведение капитального ремонта бассейна школы номер 7, строительство спортивного зала школы номер 2 и выделение дополнительных средств к его бюджету в последующие три года, начиная с 2018 года, на проведение капитального ремонта дорог и квартальных проездов. Указанные проекты будут реализовываться в период 2018-2020 года. Уважаемые участники конференции, от имени местного политического совета хочу выразить слова благодарности нашим депутатам, сторонникам, членам партии, агитаторам и всем, кто участвовал в подготовке и проведении выборов на замысле городской совет депутатов за проявленную партийную дисциплину и ответственность, активную работу в ходе выбранной кампании, а руководителю городского штаба, к сожалению, его сегодня нет у нас, Алексея Игоревича Дожатка, он находится на конференции в Минусинске. В течение двух дней я вчера с Алексеем Игоревичем имел разговор по телефону, передавал самые теплые пожелания дальнейших успехов всей нашей конференции за грамотную, постоянную информационную и организационную поддержку проведения избирательных кампаний в нашем городе. Алексей Игоревич возглавлял наш выборный штаб. Выборы прошли, впереди у нас масштабная и ответственная работа. Отмечу, что одной из главных задач партии была и остается повседневная работа с людьми. Мы должны находиться рядом с земляками, жить их интересными, слышать и решать их запросы. Реализация партийных проектов, постоянная работа общественных приемных, Совета сторонников и нашей молодой гвардии, регулярные отчеты депутатов перед избирателями, встречи по месту жительства и трудовых коллективов, активное участие в общегородских мероприятиях. Все это должно стать, уважаемые коллеги, неотъемлемой частью нашей с вами работы. Основные направления деятельности местной партийной организации в среднесрочной перспективе отражены в предвыборной программе Назаровского городского местного отделения партии на выборах в городской совет депутатов 5-го созыва, которая была утверждена в августе 2017 года на заседании местного политического совета. В качестве приоритетов нашей деятельности, наряду с прочим, необходимо отметить в области экономики – это сохранение действующих производств, создание условий для реализации новых институционных проектов, развитие малого предпринимательства и его интеграции с действующим крупным бизнесом в городе Назарова. Ремонту дорог особое внимание. При этом необходимо, с учетом публичного обсуждения, разработка и утверждение муниципальной программы на содержание дорог и квартальных проездов, их поэтапное приведение в нормативное состояние. Безусловно, эта задача очень сложная, трудоемкая, затратная, такая многолетняя, но она под силу нашим депутатам, которые избраны в городской совет 5-го созыва. В сфере общего и дошкольного образования важно продолжить работу по улучшению условий комфортного пребывания детей, внедрению новых методик образовательного процесса, предоставить возможность детям от 1,5 до 3 лет посещать детские сады. Напомню, что президентская программа по улучшению возраста от 3 до 7 лет, она была в расстройстве в город Назарова, выполнена еще, наверное, года 3 назад. Сейчас мы активно занимаемся вопросом, предоставляя услуги дошкольного образования в возрастной группе от 1,5 до 3 лет. Мы будем содействовать обеспечению качественной медицинской помощи населению, привлекая отрасль здравоохранения молодых специалистов и приобретая новое медицинское оборудование. Нам необходимо продолжать работу по созданию комфортной городской среды, в том числе предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, безопасные и комфортные квартиры, благоустраивать общественное пространство и дворовые территории. Уважаемые делегаты и гости конференции, я озвучу только часть приоритетов, которые обозначены в предъявленной программе местного отделения партии. Предлагаю всем ознакомиться с документом, он по содержанию очень интересен для всех, о депутатском объединении партии в городском совете депутатов, дополнить содержание этого документа с соответствующими наказами избирателей, которые были получены в ходе избирательной кампании и принять меры к их повседневному исполнению. Наша общая цель является обеспечение стабильности и развитие родного города. Желаю всем нам успехов в этом благородном деле. Спасибо всем за работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!